По мнению евродепутата Каи Каллас, одним из преимуществ единого цифрового пространства является введение общеевропейского Wi-Fi и долгожданная отмена роуминга. Однако не все страны Евросоюза ратуют за эту идею. В частности, определенное сопротивление внедрению общих прав в ЕС оказывает Германия. Каллас надеется, что во время председательства Эстонии в ЕС тема единого дигитального рынка станет одной из главных. Главной европейской проблемой на данный момент является то, что рынок состоит из различных сегментов. В каждой стране свои правила и законы. И наша идея заключается в том, чтобы создать единый дигитальный рынок, где бы действовали одни и те же правила-законы. Если для крупных стран с их громадными компьютерными и телекоммуникационными сетями единый рынок может быть не так важен, то для таких небольших стран, как Эстония, это может стать одним из шагов, способствующих развитию бизнеса. Ведь вместо отечественного рынка, не дотягивающего даже до полутора миллионов человек, многие предприятия предпочитают работать, например, на американском рынке. И это понятно, тут речь идет уже о несравнимо большем количестве пользователей и совершенно другом объеме рынка. На самом деле эстонские фирмы уже сейчас готовы конкурировать с европейскими. Я всегда привожу в пример европейским коллегам наши новые видения. Ведь если какая-нибудь платформа успешно работает у нас, то почему бы ей не работать в большой стране? В пример, Каллас привела единую базу данных энергосетей. В Эстонии стоимость создания такой базы оказалась ниже, чем в Норвегии. Так что нашим предпринимателям нужно не искать зонтики в виде громких названий огромных зарубежных фирм, под которыми им как бы легче пробиться, а смело стремиться на мировые рынки под эстонским брендом. И наша страна, как отметила Каллас, может предложить Европе не только технологии, но и конкурентоспособную цену за услуги в области этих самых технологий. Алексей Милованов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.